Внимание! Здесь нет авторитетов. Во всяком случае, абсолютных и на все времена. Каждый раз, выходя на лед, будь готов к тому, что твое лидерство будет оспорено. Жестко, по-мужски. В спорте нельзя гладить по головке. Спорт — это самоотдача, это самоотрешенность. Здесь нужна жесткость, а как иначе? Будь готов, что твое мастерство будет подвергнуто основательной проверке. Будь готов умереть сам и дать этот шанс другим. Ну, конечно, умереть не в прямом смысле слова, но в довольно близком. Потому что это хоккей, это игра. Должен быть и холодный расчет, и азар должен быть, и интуиция. Все вместе, оно в совокупности, как и определяет слово «победа». Каждый раз, выходя на лед, будь готов к тому, что попадешь под несмолкающий рев тысяч болельщиков, из которых одни готовы на руках тебя носить, а другие с радостью уронили бы тебя на лед и не раз. И, наконец, не забывай, что ты отыграешь всего несколько лет и уйдешь со льда. Станешь зыбким воспоминанием, даже в памяти самых преданных почитателей. И только если очень повезет, сохранишься в этой памяти, как живая легенда. Заключающиеся в противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои ворота. Правила хоккея. Поверить в это почти невозможно. Наш герой встал на коньки 60 лет назад. К этому времени в его жизни уже случилось немало такого, что не имело ничего общего со словом «игра». Когда началась война, ему было 11. Через год в 42-м под Сталинградом погиб отец, Василий Прохорович. Виктор и мама остались вдвоем. В 12 лет он пошел работать на завод. Бывало, от голода терял сознание. Но выстоял. А в послевоенные годы Тихонов испытал настоящую страсть в сгущенке. Правда, вылилась эта страсть в заботу о ближнем. И дело обстояло так. В 1979-м советская сборная приехала в Северную Америку на Кубок Вызова. Виктор Тихонов был его главным тренером. Наши захватили из дома консервы, потому что проедать скромные суточные было непринято. На них покупали гостинцы родными друзьями. Ну, как все советские граждане, в 1979-м году мы взяли с собой несколько банок сгущенки. Потому что Тихонов сказал, что сгущеночек возьми. Я спросил, а что такое страсть к сгущенке? Он говорит, понимаешь, была война. У мамы были карточки. Вот, значит, там по карточкам. Была банка сгущенки. Она была на работе, я был дома. И вот, ну, чай был и сгущенка. И я, значит, решил, читал какую-то книжку и ложечку сгущенки. Вот, и, значит, так по ложечке незаметно для себя. Я где-то полбанки-то и приговорил. Пришла мама, увидела, а эта банка-то была на целый месяц. Ну, она ни слова не сказала. Ну, только Виктор понял, что надо себя контролировать, за собой надо следить. И думать об ливнях. Известно, что без характера в спорте делать ничего. А Тихонов в детстве получил закалку, дай бог всякому. Послевоенная Москва. Шпана на шпане сидит, шпаной погоняет. Тихонов жил на самотеке. А это было место легендарное. Где, если ты без перышка в кармане, фиксы во рту и кепочки на самые глаза, то вроде бы и не совсем человек. Из этих дворовых университетов очень многие ушли кривой дорожкой. Кто на зону, а кто и на кладбище. Но Тихонова не трогать была команда. И никуда его в воровские дела не брать. Потому что он спортсмен, он спортом занимается. Он в футбол играл. И в хоккей тоже. Вот поэтому его не трогать. Уважали. А мог бы... Там же ситуация была в первые послевоенные годы. В голодное время, черт знает, что могло быть. Украсть и привет не пошел. Я начинал футбол в 45-м году в команде ЦСКА. В Сокольниках был стадион ЦСКА. И там за мальчиков провел целый сезон. Но на следующий год клуб проспался. Я перешел в боевестник. И вот в боевестнике играл в центрально нападающего футбол. А в хоккей мне тренер поставил центрального защитника. И вот так получилось, что в хоккее и футбол я играл на разных позициях. В хоккее центрального защитника играл. В русский хоккейщик. Начал играть в русский хоккей центрального защитника. То есть я на многих позициях играл. Летом в футбол, зимой в хоккей. Причем и с мячом, и с шайбой. В те годы это был единственный способ поддерживать форму в межсезонье, которая тянулась месяцами. Зимой в футбол не поиграешь, летом в хоккей. Спорт забирал все свободное время и силы без остатка, но учебы ничего не осталось. В ту пору Тихонов отдавал предпочтение футболу, но жизнь его оказалась связана с хоккеем. Кто меня убедил, Псел Михайлович Бобров, которым я его увидел на хоккее. И вот он меня убедил, я перешел туда. В 1953 году, на 1952-53 год перешел чисто на хоккей. Я отыграл в хоккей шайбы 12 или 13 лет. Четырежды чемпионат Советского Союза, трижды серебряный призер, четырежды. Это бронзовый призер, Кубок Советского Союза, этот хоккейный бой. Хоккей шайбой становился в нашей стране с каждым годом все популярнее. И этому есть простое объяснение. Кроме зрелищности, азарта, чем он, конечно же, привлекал болельщиков, успехи наших хоккеистов очень впечатляли. В 54-й год выиграли чемпионов мира, 56-й – Олимпийские игры. В картина Дамперсу. Нежданно, негаданно. Но выиграли. И все. И тогда уже началась как бы всенародная любовь. Победителей все любят. Тихонов играл в московском «Динамо», которым руководил Аркадий Иванович Чернышев. Это великий тренер, замечательный стратег. Аркадий Чернышев вместе с Анатолием Тарасовым много лет тренировали сборную СССР. Они составляли замечательную пару при полном различии характеров. Аркадий Иванович – лед, Анатолий Владимирович – плавен. И играли до 62-го года. За это время я закончил школу, закончил институт физкультуры. В 62-м Чернышев сделал Тихонову предложение, от которого тот не смог отказаться. Это будет далеко не последний случай, когда нашему герою пришлось делать очень серьезный выбор. И Аркадий Иванович ко мне подходит. Виктор, давай, будешь работать, мне помочь. И Аркадий Иванович, я полный сил, я могу играть. Он говорит, Виктор, я тебе сказал, будешь, мне помочь. Я, когда уезжаю в сборную команды, ты остаешься с командой, ты, как бы играющий тренер, помогаешь. Он был второй тренер Аркадия Ивановича, нашел его. Аркадий Иванович ему доверял, так сказать, все. Но наступает момент, когда или ты остаешься вечно вторым. Кстати говоря, немало тренеров, которые так, вот, или ты на самостоятельную работу, или же ты начинаешь подсиживать первого. Что некрасиво, но это тоже жизнь. Тихонов работал вторым тренером при Чернышеве 8 лет. Если считать эти годы его хоккейным университетом, то Тихонов окончил его на отлично, с красным дипломом. Ну, я уже как-то понял, что мне нужно уже работать самому. И я так подумал, что если я первым тренером не сработаю, то, наверное, или буду помощником, или пойду в институт преподавателем. И Аркадий Иванович Чернышев понял, что доводить дело до какой-то вот этой ситуации, когда Тихонов его начнет, так сказать, подпирать, не стоит. И отправил его в Рижское Динамо. Кстати, в том, что все сложилось именно так, был немалый элемент случайности. Широка страна моя родная. Молодой тренер мог оказаться и в торпедо в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, и в армейской команде Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга. Но оказался в Риге. Нынешней Риге. Если работа в московском «Динамо» с Чернышевым была для Тихонова университетами, то в Ригу он поехал, условно говоря, в аспирантуру. Только защищать нужно было не диссертацию, а свое право называться настоящим тренером. Виктор Васильевич Тихонов. С 1949 по 1953 год игрок команды ВВС. С 1954 по 1963 игрок команды «Динамо Москва». С 1964 по 1968 год второй тренер «Динамо Москва» ассистент Аркадий Чернышева. Первый период своей хоккейной жизни закончил с такими результатами. Сыграл 296 матчей в чемпионатах СССР. Забросил 35 шайб. Как игрок стал четырехкратным чемпионом СССР и трижды серебряным призером, обладателем Кубка Советского Союза. Как тренер в этот период пока еще ничего не достиг, но ходил у молодых, перспективных и подающих большие надежды. Соревнования по хоккею с шайбой проводятся на белой ледяной поверхности, называемой хоккейной площадкой. Правила хоккея. Молчу в узких ухлочках риги, Слышу в пустом гулке столетий, Слышу века, но ты от меня далека, Так далека тебя я не слышу. Рига хороша в любое время года и днем, и ночью. Однако новому тренеру местного «Динамо» было не до этих красот. Смело можно предположить, что и со знаменитым рижским бальзамом он остался, но увы, поскольку к выпивке всегда был холоден, как, ну, скажем, как водка из холодильника. Переехав в Ригу, Тихонов пошел на очень большое понижение статуса. Если московская «Динамо» играла в высшей лиге, то рижская команда влачила свое жалкое существование даже не в первой, а во второй лиге. Условно говоря, вместо аспирантуры Тихонов попал даже не в университет, а в среднюю школу. Причем в очень среднюю. Техника слабая, в тактике слабая. Это функционально слабая, характера нет. Если будем начинать по ниточке тактику, технику, то нам и двух поколений не хватит. Помню, иду по Риге, после сбора встречает не один из руководителей профсоюза. Снимай шляпу, поздоровывайся. Виктор Васильевич, я вот слышал, какие вы нагрузки большие даете. Страшно. Наши латыши не привыкли. Я говорю, дорогой человек, а для чего вы меня пригласили? Ну вот скажи, для чего? Наверное, для того, чтобы из второй лиги команду вывезти. Первую. Потом из первой вышли. Команда сначала стонала от него. Потом они плакали. Потом они уже стали смеяться. Вот. Он извел начисто всех курильщиков. Там легенды ходили, что Тихонов ходил вечером вдоль номеров в гостинице или там на базе и нюхал, у кого из-под двери запах табака идет. Итак, в 1968 году, 38 лет от роду, Тихонов стал главным тренером рижского Динамо. А ведь он мог бы здесь и не оказаться, если бы жена не одобрила его выбор. Старая байка утверждает, чтобы стать женой генерала, девушка должна выйти замуж за лейтенанта. В семье Тихонова в ту пору все было в некотором смысле наоборот. Татьяна была дочерью генерала, дипланированным юристом. А Виктор даже не имел законченного среднего образования. Сначала война, работа на заводе, потом предельно серьезные занятия спортом. Ну так, года три, никак не мог попасть я, чтобы закончить среднюю школу. И хороший был у нас начальник, дай бог памяти, начальник команды Динамо. Я уже в Динамо был. Он поехал со мной вместе к директору и сказал, этому молодому человеку можете доверять, он самостоятельно будет заниматься все. И я сколько не пропускал, приезжал, я сдавал. Я уезжал на сборы, свернул, брал с собой чемодан книг и хоккей на улице. И учился, писал все, приезжал, сдавал. Как экстерн, я 10 лет почти экстерн и сдал. Скорее всего, нигде в Риге вы не найдете мемориальных досок здесь родился Виктор Тихонов. Но как большой тренер, он родился именно там. И уж точно в Рижском Динамо родилась его ноу-хау, игра в четыре звена. Как известно, всякая идея проходит три стадии развития. Первая, это какой-то бред. Вторая, а в этом что-то есть. Третья, ну это давно всем известно. Тихону про его изобретение пришлось немало выслушать всякого. В том числе и от своего великого учителя. Когда же это Аркадьевича зашел? Что-то Виктор придумал. Вот выдающиеся мастера, они должны играть больше времени. И Аркадьевич, вот вы видите, что это возьмет ее. Потом перешли, когда я уже сюда, в Москву приехал. С СССР, Боря Михайлов, Виктор Васильевич, мы не наигрываемся так и в тезе, но, Боря, здесь главное заключается в том, не сколько ты находишься, а как ты в это время выкладываешь. Ты за 40 секунд будешь сделать больше, чем за полторы минуты. Столько же. Ну, ты более свежий, Боря. Сейчас весь мир играет в четыре тройки нападения. И ведь никто даже не подумает перечислить гонорар автора этого изобретения. А если говорить всерьез, будь ты тренером хоть трижды гениальным, а без хороших игроков ничего не сделаешь. Ему нужно было как-то выходить из этой ситуации, поскольку он не любил проигрывать, он не любил быть вторым, он всегда мечтал быть первым. Если ему говорили, что где-то за 300, за 400, за 500 километров есть хоккеист, который мог бы подойти в Рижское Динамо, сам садился в машину, ехал 500 километров туда, потом 500 обратно, убеждался, нужен этот хоккеист или не нужен. Виктор Васильевич Тихонов. С 1969 по 1977 год старший тренер Динамо Рига. Второй рижский период своей хоккейной жизни он закончил с такими результатами. Вывел команду из второй лиги в первую, затем и в высшую. В чемпионате СССР рижане заняли четвертое место, чего не случалось целых 29 лет. Как тренер Тихонов изобрел в Риге ноу-хау мирового значения, игру в четыре звена. Если игрок имеет длинные волосы и они закрывают нашивку с фамилией или номер на его свитере, они должны быть собраны в хвост или убраны под шлем. Правила хоккея. В 1977 году Тихонова вызывают в Москву на ковер в высоком кабинете. Ну, на ковер в переносном смысле. А вот кабинет был на самом деле высокий. Всесильный председатель КГБ Юрий Андропов предложил Тихонову стать главным тренером сборной СССР. А как бы в нагрузку главным тренером ЦСКА, где играло большинство сборников. Я у него дважды на приеме был. Первый раз я отказался. Я не поеду. Почему? Я Юрий Владимирович. Дело в том, что у меня в Риге отработаны команды. Я могу уехать на любое время. Мне достаточно потом подъехать на 15 процентов и все. Там помощники работают хорошо. И я со сборной справлюсь. А так я не могу принять две команды. Ну, понимаете, в чем? Он говорит, ну, почему ты боишься? Я с двумя командами не справлюсь, Юрий Владимирович. Он так посмотрел, никто на себя. Справишься. Мы тебе поможем. И более того, раз ты так говоришь, ты как раз и справишься. Но тебе придется работать. Четыре часа в сутки спать будешь. То он точно сказал. Я говорю, нет. Через неделю опять меня вызывают. Я ему тоже сама. В ту пору мало кто говорил нет председателю КГБ. А Тихонов сделал это дважды. И кто после этого скажет, что характер у него не стальной? Ого, Тихонов, сейчас, конечно, вот впервые я услышал. Я хотел тебя перевести в «Динамо». Но Леонид Ильич сказал «Овцынска». Леонид Ильич Брежнев, едва ли не мировой рекордсмен по количеству совсем не спортивных наград, очень любил хоккей. И ходил на матчи даже с прибором, который контролировал 24 часа в сутки работу его не совсем здорового сердца. Вы знаете, сейчас это уже распространенная вещь, когда снимают кардиограмму в течение 24 часов. И вот у Леонида Ильича, он ездил на хоккей, и он в этот день был с кардиографом этим, мобильным. Потом врачи стали расшифровывать и обнаружили, что лучшее состояние Брежнева было, когда он смотрел хоккей. Вы спросили, вот чем вы занимались вот в этот отрезок времени? Он говорит, на хоккей был. О, значит так, ходите на хоккей. И все, потому что в этот момент вы чувствуете себя лучше всего. Бывала смешная ситуация, какой-нибудь матч посредственный, зрителей, ну там, тысяча человек. Но, тем не менее, охрана, ГАИ и прочее. Брежнев ездил, сидел и смотрел. Доктора прописали. В то время ЦСКА уже много лет не имел себе равных в стране. Его игроки, уж тем более входившие в сборную, завоевали все титулы, которые существовали. Прийти в такую команду, команду звезд, Тихонов мог только имея карт-бланш. Он получил его от Андропова. Вот он сказал, Виктор Васильев. Вы знаете, что ЦСКА, если вы принимаете ЦСКА, там их не нужно учить. Это мастера высочайшего класса. Одна будет жестокая просьба. Наведите порядок. Что бы этого не стало? Наведите дисциплину. Главной командой страны всегда была и оставалась сборная. Андропов сказал Тихонову. Не важно, кто победит в нашем чемпионате. Да и не страшно проиграть в любом турнире по ходу сезона. Но для страны крайне важно, чтобы наши хоккеисты стали первыми в мире. Тихонову было очень непросто прийти в ЦСКА. Ему предстояло ни много ни мало осменить тренера Константина Локтева, под руководством которого армейцы стали чемпионами страны. Как я приду на место, человек, который выиграл чемпионат Советского Союза? Понимаете, еще сложно. Ясно, что я встречу определенное сопротивление игроков. Мы с Константином выиграли все, а тут приходят Тихонов из Риги. Еще неизвестно, что было. Этот момент был очень сложный. Константин Борисович был милейший человек. Но в силу мягкости своего характера команда уже стала неуправляемой. Она играла на мастерстве. Мастерство у них было высочайшее. Но они уже были приятелями с тренером. А этого быть не должно. Мы, игроки, были все против этого. Но Константин Борисович сказал, приказы не обсуждаются. И так мы успокоились. С этого момента мы, значит, начали работать с Тихоновым. В 1977 году Тихонов принял сборную ИЦСКА. Самый звездный и знаменитый советский клуб. Дебют в сборной стал тем самым блином, который комом. Свой первый турнир на приз газеты «Известия» Тихонов проиграл. Зато уже в следующем году сборная стала чемпионом мира. После двухлетнего перерыва. Первое впечатление, вот я говорю, что и они остались у меня. Это преданный человек хоккею. Но он нас стал переучивать играть так же, как играла Рижская «Динамо». Мы, естественно, были против. Но потихонечку, потихонечку. Мы так и не нашли общего языка. Будем честно говорить. Что нам не нравилась его система. Но система давала результат. А Тихонов, как тренер, быстро набирал обороты. В 1979-м сборная полетела за океан сражаться за кубок вызова с профессионалами из НХЛ. И там во всем блеске проявилась одна из главных черт тренера Тихонова. У него была блестящая интуиция. У него была хорошая, скажем так, спортивная авантюрность. И, кроме того, у него была способность попытаться думать за соперников. Вот знаменитая эта история, когда он поставил Мышкина в этой игре 6-0. На кубке вызова одну игру наша сборная выиграла, другую проиграла. Все должно было решиться в последней, третьей встрече. Про Тихонова говорили, что он, прежде чем отрезать, не только 7 раз отмерит, но 7-ю 7. И вот осторожный, расчетливый Тихонов идет в оба. Все канадцы знали, третьяк великий. Вот его нужно обыгрывать, там на него нужно на это самое. Но уже два матча сыграны, они уже как-то к нему приглядели. А тут вдруг я ставлю Мышкина. Но этому мы сейчас от синей линии начнем забрасывать. И начали бросать. Вот сразу въезжают в зону и от синей линии шварк и бросают. Ну, таким, как Мышкин, все-таки вратарь, ну, тоже госдорог какого класса. Не забьешь. Вот они знают, что этими бросками от синей линии его размяли в первом периоде. Что-то не получается, а мы уже начали сбивать. Ну, дальше они опять, так сказать, уже начали чуть по-другому. А он уже поймал кораж, он уже вошел в игру. Он уже тоже, так сказать, вот он в игре на взвод. Все. Ну, парадокс, парадокс, авантюра, авантюра. Ну, эта авантюра, так сказать, оправдала себя. Вот. Поэтому он, как раз вот эта способность тренера подумать за своего оппонента, что тот придумает мне, как ты самая, ты, Сергей, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Как известно, тренерская судьба не только пироги да пышки, а очень часто синяки да шишки. Всего через год после триумфа на Кубке Вызова в 1980-м Тихонов приехал на свою первую Олимпиаду в качестве главного тренера сборной и получил большую пробоину. В финале знаменитая «Красная машина русских» проиграла полулюбительской сборной США. Что произошло? Третьяк в том матче, заканчивается период, он поднял глаза посмотреть, сколько осталось до конца, и в следующее мгновение ему забили гол. Потом Третьяк сказал, больше в жизни никогда на секундомер не смотрю, но чувствую, Тихонов был настолько этим дешевым голом, как называют его дешевым, расстроен, что он снял Третьяк и поставил Мышкина. Я не знаю, что было бы, оставь он Третьяк в воротах. Потом он после этого признался, что это была его ошибка. Да, действительно, за всю историю моей игры, когда счет был 2-2, еще никогда меня не снимали с матча. Потому что бывало, конечно, там три шайбы, четыре шайбы пропускает вратарь, его надо менять, но бывает, игра не пошла, понимаете. Здесь 2-2, но я думаю, что, Виктор Васильевич, думаю, что мы все равно американцев обыграем при любом раскладе, потому что мы их обыгрывали до Олимпийских игр. Неимоверно трудно было настроить нашу команду на игру, ведь незадолго до этого она вынесла американцев, как говорится, в одну калитку. Сама собой разумелось, что русские снова устроят то, что им привычно с древних времен, то есть ледовое побоище. Но никогда Виктор Васильевич не перекладывал свои ошибки на плечи кого-то другого. У него не были виноваты судьи, у него не были виноваты игроки. Да, он мог снять ту или иную пятерку, ту или иную тройку с матча, но он всегда объяснял, в чем конкретно они ошиблись. Он никогда не сваливал свои ошибки на команду. Зарубежные журналисты недаром прозвали Тихонова «мистер дисциплина». И в сборной, и в ЦСКА дисциплина была в буквальном смысле армейской. Встали, позавтракали, тренировка, отдохнули, телевизор посмотрели, тренировка, легли спать. Жизни нет. После победы Тихонов не отпускал домой, потому что после победы расслабляться нельзя. А после поражения тем более нельзя расслабляться. Время было такое. Все сидели на сборах, и мы сидели на сборах. Я считаю, что это был не деспот, а просто жесткий тренер, который требовал от игроков и от себя то же самое. Своему правилу дисциплина одинакова для всех Тихонов никогда не изменял. Даже в отношении звезд. Когда идет игра, там нужна воля, нужны решения моментальные совершенно, нужна хорошая реакция, быстрая. Поэтому, безусловно, я думаю, здесь жесткость Тихонова, она очень многое определяла. Тихонов примерно ко всем игрокам относился одинаково строго. Я бы сказал, что, опять же, одно из его достоинств, как тренера, у него не было любимчиков. В 1981 году Тихонов, говоря языком хоккеистов, отцепил Валерия Харламова. Не взял в очередную зарубежную поездку. Не взял самого талантливого из стройки Михайлов-Петров-Харламов. За нарушение спортивного режима. Когда команда играла за рубежом, на подмосковной трассе в автокатастрофе Харламов погиб. Во время любого матча Тихонов всегда стоял. Он не позволял себе присесть даже на минуту. Я вас спросил, а почему вы все время спереди стоите? Я говорю, я должен бить в глаза хоккеистов, потому что в них все написано. Вот, я должен играть вместе с ними. Если я не играю, у них тоже не идет игра. По-моему, в 1978 году, после чемпионата мира, он похудел на 6 килограмм за время чемпионата. То есть эмоционально он себя тратил во время игры, вот как тренер. А на тренировках он был сделан. Но это мне всем нравилось. Я помню, как я однажды спросил у Рагулина, знаменитый был защитник Александр Павлович Рагулин, которого все называли по имени-отчеству. Я говорю, как вот тихо. Говорит, да ну этот учебник. Не человек, а учебник. Придумал какие-то сопровождения. А хоккей – это простая игра для тех, кто понимает. Защитник должен отнять мяч, передать нападающим, а то забить гол. А он вот что-то все выдумывает. Как говорил когда-то Тарасов, профессионалы никогда не отдыхают, даже в отпуске. Вот Виктор Васильевич даже в отпуске никогда не отдыхал. Тихонов с женой Татьяной Васильевной каждый год неизменно бывал в Питсунде, у самого синего моря. На пляже, естественно, все загорают. 30-градостная жара. Все идут в море. Потом опять ложатся и наслаждается лучами прекрасного кавказского солнца. Виктора Васильевича нет. Я даже не помню, заходил он в воду или не заходил. И когда супругу ему говорил Виктор, ну а кунись, он говорит, сейчас, сейчас, одну секундочку. Я когда скашивал глаза и заглядывал в его тетрадь, то опять же видел какие-то схемы, какие-то комментарии к ним. В конце 70-х мировая спортивная пресса превозносила Тихонова, который вдохнул новые силы в советский хоккей. Вернули ему заметно пошатнувшиеся позиции. Джон Зиглер, это был президент Национальной хоккейной лиги Канады. Он сказал так, что настанет время, когда будут проводиться международные семинары для хоккейных тренеров. И когда соберутся лучшие тренеры Европы, Канады и США, то первую лекцию должен будет прочесть Тихонов. Это было время, когда игрока не нужно было уговаривать сыграть за сборное. Он сам готов был пожертвовать многим за эту высокую честь. И ведь жертвовали. Вот тот же Балдорес мне рассказывал о Валерии Васильеве, защитнике, когда на одном из чемпионатов, я сейчас уже не помню, как он именно. После столкновения Васильев, у него произошла остановка сердца. И там его привели в чувства и вы спросили, ну как ты в состоянии быть? Он говорит, да, сейчас я пойду. И пошел играть. То есть Балдорес, говорю мне, Балдорес, который нельзя заподозрить в особой любви к советской власти, и к Тихонову, и ко всем. Он говорит, что я вообще это, это вообще выше моего понимания. Вот это героин, там подвиг и все такое. Жизнь легендарного человека всегда окружена горячими спорами, множеством слухов и заблуждений. Пожалуй, один из самых главных вопросов, какая хоккейная тройка была сильнейшей во все времена и у всех народов. Мнения могут расходиться диаметрально. У каждого поколения свои кумиры. Но с тем, что в ЦСКА великие тройки никогда не переводились, согласны все. Тихонов и в этом пошел дальше своих предшественников. Он создал первую в истории мирового хоккея Великую Пятерку. Ведь кто ее собрал, эту Великую Пятерку? Тихонов. Ведь поначалу у него не было этих пяти игроков. У него был Фетисов. Макаров. 78-й год. Вот эти два игрока были, так сказать, первыми. Потом к ним стали добавляться Крутов, Касатонов. А вот дальше потом к ним добавился в 81-м году Лорионов. Вот почему рождением первой пятерки является 1981 год. Как и в любом другом своем деле, Тихонов и здесь нарвался на критику и даже на смешки. Никто не верил, что эта пятерка заиграет. Никто, кроме самого Тихонова. Однако через некоторое непродолжительное время его оппоненты стыдливо замолчали. Ведь одно дело спорить на страницах газет. И совсем другое, когда пятерка выходит и крушит любую команду. Я недавно разговаривал с таким великим импресарио, скажем, мирового хоккея Аланом Иглсоном. Это крестный отец серии 72-го года, всех кубков Канады и прочее. Вот он мне сказал, вот если бы у меня была вот эта пятерка и плюс еще третьяк в расцвете сил, то я бы к ним добавил 15 человек, которые просто умеют ходить пешком. Даже могут не кататься. И мы бы играли за кубок Стэнли. То есть, вот что такое пятерка. И эта пятерка определяла весь мировой хоккей на протяжении почти 10 лет. Это уж точно не товарищами. Наступала новая эпоха. А прежняя погружалась в историю, как Атлантида в океан. И вместе с той эпохой из нашей жизни уходило очень многое. Когда выигрывали Олимпийские, выигрывали чемпионат мира, когда играл гимн Советского Союза, так мы стояли, и вроде и коленки, перед кем уже все, выиграли. Со мной и слезы даже появлялись. Представляешь? Вот такое ощущение, вот эта радость, что мы выиграли за нашу Родину. А потом эта героическая эпоха закончилась, и все в нашей жизни стало меняться, ломаться. А новое и хорошее налаживаться не очень торопилось. Пожалуй, острее многих других эти перемены почувствовали хоккеисты. Ведь они часто выезжали за рубеж, им было с чем сравнивать. К тому же, спортивный век короток, а в нашей стране о бывших спортсменах не очень заботились. Заманчивая Эльдорадо, где можно быстро и очень сильно разбогатеть, обозначилась вполне реально. Эльдорадо называлась НХЛ, Национальная хоккейная лига. О нынешних гонорарах хоккейных звезд наши знаменитые многократные чемпионы всего на свете и мечтать не могли. Однако назвать их бедными вряд ли можно. Хорошо помню и хорошо знаю, что хоккеисты жили, в общем, значительно лучше, чем их болельщики. Если в среднем в стране зарабатывали 130, 140, 160 рублей, то у хоккеистов получалось все-таки за 500 в месяц. Плюс какие-то премиальные, плюс какие-то поездки на Запад, где люди что-то покупали, что-то везли. Это едва ли станет откровением. Для продажи. Все было. Но люди, которые уже получили славу, они хотели чего-то большего. Понимаете? Они хотели другого признания какого-то, человеческого. То есть хотите просто... Ну, безусловно, они жили, может быть, в более хороших условиях бытовых, чем все остальные люди. Но все равно это было несоизмеримо. Несоизмеримо тому, что они видели на Западе. Поэтому, я думаю, этот бунт, он был, так сказать, чисто психологическим таким. Просто людям надоело. Надоело ломаться, биться просто за идею. Одним из зачинщиков этого бунта стал Вячеслав Фетисов. Ушонт, оказалось, отдал родине все, что мог. И еще немножко. А теперь просто хотел обеспечить своей семье достойную жизнь, а себе спокойную обеспеченную старость. А уж если Великий Фетисов не мог добиться своего, на что было рассчитывать другим, не таким знаменитым. И в 89-м Александр Могильный просто сбежал. Молодец. Хотя вот это... Его как это здесь потом дезертиры, там это начали, что он в армии. Человек, может, понял, что ему лучше там. Что он там проявит себя, что он заработает себе на жизнь. В 90-м вслед за Могильным отправился Федоров. Затем собрался на запад Буре. Так рухнула последняя великая мечта Тихонова. Он мечтал составить из этих ребят тройку, которая затмила бы славу всех великих предшественников. Быть может, даже тройки Макаров, Ларионов, Крутов. Ну, был такой период, когда в ЦСКА осталось 6 хоккеистов. 6. Надо было начинать все заново. Я бы не хотел, упаси Боже, осуждать кого-то из его воспитанников. Открылись ворота. Можно было ехать в профессиональную хоккейную лигу. Можно было утверждать там свой талант и попутно зарабатывать другие деньги, чем это было принято у нас в стране. Кстати, не все знают, что и самый титулованный тренер нашего хоккея много лет был лакомым кусочком для многих клубов НХЛ. Были предложения, были предложения. Хорошие, с очень высокой зарплатой. Были. Из Японии мы летели вместе со сборной Канады. У меня руководство подсело в самолете. Виктор, проставь сам себе сумму. Зачем? Я русский человек. У меня отец погиб здесь. Мама меня воспитала. Мне дала все эта страна. Куда я поеду кого-то учить? Вот, пожалуй, и все. Можно давать свисток об окончании третьего периода нашего матча. Виктор Васильевич Тихонов. С 1977 года старший тренер ЦСКА. И главный тренер сборной СССР и России. Третий период своей хоккейной жизни он закончил с такими результатами. С 1977 по 1989 год его клуб ЦСКА чемпион СССР. С 1978 по 1993 год сборная СССР под его руководством 9 раз выигрывает чемпионаты мира. 1984, 1988 и 1992 годы приносят нашей сборной олимпийское золото. Вот почему нашего героя называют самым титулованным хоккейным тренером в отечественной истории. Пожалуй, на этом можно было бы закончить рассказ о Викторе Тихонове. Ведь свою жизнь он выиграл у судьбы, как говорится, в одни ворота, как это частенько делали его команды. Стало быть, ни на какое дополнительное время нам надеяться не приходится. Но так хочется слегка нарушить правила. В 1994 году наша сборная, на этот раз под флагом России, впервые осталась без олимпийских наград. И с тех пор уже 12 лет Виктора Тихонова главным тренером сборной не приглашали. Сейчас он занят организацией детского хоккея. А еще он бьется, чтобы отношения с НХЛ были отлажены. Потому что иначе, сколько бы новых Мальцевых и Харламовых у нас не появилось, всех сманят за океан. Сейчас как раз не хватает немножко этого вот. Вот этой борьбы за идею, чувство патриотизма, какого-то глубокого такого, настоящего, искреннего патриотизма. Такое есть девиз, что сильные клубы, сильные сборды. Поэтому, конечно, мы все будем делать, чтобы развивать детский хоккей. Естественно, нам нужны победы на четвертах мира и Европы. То есть можно надеяться, что лет через 10... Да нет, раньше. Должны все-таки. Виктор Васильевич тренировал на все времена. Я завидовал ему трудолюбию и преданностью хоккею. Ну, если не говорить, что Тихонов легенда, то о ком тогда можно говорить? Самое ценное, что у Тихонова есть, это его блокноты и тетради. Там записано столько всякого, что ему нужно это все обобщать и открывать академию тренерскую Тихонова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!